МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это мобильный репортер. В студии Алсу и Купова. И в этом выпуске самые сочные и обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. В Казани в одном из бьюти-магазинов мужчина устроил погром. Очевидцы говорят, что он был не в себе. Зайдя в зал, стал крушить прилавки. Нарушителя задержали сотрудники полиции. Ущерб, нанесенный им, будет посчитан. И придется отвечать за свои действия. Главное, что вам делается? Ты заводи, заводи! Говорите, адрес такой-то такой. Я в любом магазине. Давай! Давай! Это жесть! О том, что в гололед не стоит торопиться и совершать резких движений, напомнит следующее видео, которое попало на авторегистратор. Как итог, неуправляемый занос. Не всем дано справиться с такой ситуацией на дороге. Поэтому выезжайте заранее и торопитесь медленно. В продолжении темы любви. Этих ребят любовь к одной девушке довела до драки. Хорошо, что без ножей. Все по-честному. В конце концов, одному из прохожих удалось их разнять. Челябинцы, недовольные новыми антиковидными мерами, попытались ворваться на заседание местного представительного органа, на котором обсуждался законопроект о введении QR-кодов. Им противостояли три охранника. А вот так прошел несанкционированный митинг против QR-кодов в Казани. Граждан было немного, в основном это пожилые люди, которым отключили транспортные карты. Пели они недолго. Так как акция была несанкционированная, вскоре участников посадили в автозак. На каком основании? На пенсионерах. Что вы мне объясняли? Вы не осанимаете пенсионерами. Да, пенсионерами. Проходите, проходите. Проходите. С наступлением холодов увеличилось число не просто ДТП, о случаях наезда автомобиля на пешехода. Безусловно, виноват всегда будет водитель. Нужно садиться за руль только в трезвом состоянии, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательным. Но хочу отметить и ответственность пешехода. На кону ваша жизнь. Никто не хочет вас задавить. Но зимняя дорога коварна. И тормозной путь, это расстояние, которое проходит транспортное средство с момента, когда водитель нажал на педаль тормоза до полной остановки, к сожалению, может стоить вашей жизни. Пожалуйста, переходите дорогу только в разрешенных местах. Посмотрите налево, направо и начинайте движение только после того, как вы убедились, что автомобиль остановился. В Уфе провели первый межконфессиональный турнир по волейболу. Своё мастерство и красивую игру показали любительские команды православных, мусульман и иудеев. Победу в турнире одержала команда Центрального духовного управления мусульман. Второе место заняла Уфимская православная епархия, а почетная третья досталась еврейской общине. В соцсетях написали, что турнир получился просто божественный. На этом всё. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан-24. Татарстан-24.